Здесь вот с левой стороны напротив мэрии, вы видите, кинотеатр советского периода. Утяжение, он не востребован в таком вот печальном состоянии. И в салитарной комнате. Кисловоз, он весь на холмах разбросан. Вверх-вниз, очень сложно ориентироваться, улочки извилистые, уходят, уволят туда дальше. В Карачаево, Черкесию ведут, Платобермамы, Джинальский хребет. Источники Джилы Сухты, может быть, на джипах ездили вы или поедете. Вы будете проезжать мимо крепости и дальше-дальше туда подниматься. Большая часть крепости отдана санитарию одноименному крепости. Понятно, что растительность появилась здесь в большом количестве. Кисловозск выжженная территория, известняк, неплодородная земля. То есть здесь мало что растет. Если помидоры-огурцы у нас вызревают, то здесь прохладнее вечерами. И в дневное время вроде бы солнца больше, потому как город открыт солнышку и повыше находится. Но здесь не все вызревает относительно минеральным водам Пятигорска. Потому что хоть и южнее, но мы выше. Мы уже на территории Средней Гори находимся. И здесь крепость ложили, потому что отсюда просматривался источник. 500 метров вниз источник, хороший обзор. Пушечка, если что-то достанет, врага отведет. Но враг и не нападал. Здесь сразу серия холмов. То есть тоже как бы система... А раньше все были подкрыты песочком. Мы увидим песочек здесь в Кисловодске. И в Стуках есть олейки. В Кисловодске ничего не посыпано песком. Песок там можно. Экологически чистый. Хороший экологический материал. И плюс еще в жару. Такие столбики каждые 200-м года. Компания, прогуливаясь по парку, приходилось переходить к речку Ольхоутку. Сейчас увидим ее сброс. Сегодня ее можно перейти, потому что воды мало. Последние два года засоха большая. А река родникового питания, дождей нет. Ничто и не пополняет. Поэтому ее сегодня легко перейти. Но были периоды очень многоводные. Я их помню в цередкостью. А вы идете к моему-то Кудамску-Каприса. Можно ножку-то на помочить. Такой вот Кисловодский несанкционированный пляж. Есть отвод, в реку идут. Вот он же. Избуток воды. Здесь водительская больница. Да, в речку Ольхоутку. Здесь не то, я работаю с тумышком. Растительности минимум. Здесь пустарник, там жалкие деревья. Слышишь? Слышишь? Ой, говорю. Смешалось, то есть такого не было. А кислородская вода холодная. 17, максимум 20 градусов. Теплый нарзан его подогревает специально, потому что теплая водичка, она лучше работает внутри. Но нарзан поменял воду. Это поменющий исторический пак, когда жидочка обливает, вода хороша, если это в меру. Сегодня это памятник истории, место первого нарзана, откуда воду не пьют. Эту водичку место первого сточка берут только для баниологии, для ванн. А есть много здесь скважек, которые из глубины поднимают, нарзан более богат. Галерея внутри тоже интересно оформлена. Сейчас одна часть на реставрации, задняя часть. Там солдатские ванны были сегодня, интерактивный музей. Вовнутрь не попадем. Эти крылья из кофе для торговли, а раньше все это предоставлено для развлечения курортной публики. А уже позже туда вывели много-много источников. Было видность. Они подведены. Первый источник само собой накрыт. И строилась галерея именно над ним, чтобы его сохранить. Мы пойдем пить воду. В воду. Подъезжала к источнику. Все военные, вот по той дороге, как мы ехали, ехали в Косновоск, это единственный путь. Подъезжали, и курортный бульвар был облагорожен тополями из Крыма. Генерал Эммануэль приказал привезти тополями, чтобы курортный бульвар обозначил. Потом аллея из каштанов была по центру. Тоже каштаны недолговечные. Их убрали. Сегодня бульвар во всей красе с плумбами. Сейчас увидим. Именно там дам свободное время. Ну, кто-то захочет прийти к Каванаде, может быть. Покажу, где мы собираемся. Еще прохмотрим пару объектов и к Каванаде. И погуляем. Легко это пустот, толковый пельмин. Это пустот, толковый пельмин. Ну, это пустот. Музыка и пустот. Мне погуляем. Управил сраближен галлий. Их мы мы получаем. А что делала? Пс-пустот. Как мы будем на пустот. Управил сраближен. Неплохо. Слева будет красным написано фарфор Феникс. Там продается кисловодский фарфор. Вот в этом магазинчике. Кисловодский фарфор. Город Кисловодск. Город Кисловодский фарфор. Город Кисловодский фарфор. Город Кисловодский фарфор. Город Кисловодский фарфор. Первое место у нас был Пятигорск. Второе место у нас был Железноводск. Третье место у нас Кисловодск. конечная наша станция будет ессентуки вот я позже включу и сейчас мы переместимся на другую локацию вот Кисловодск магазины бутики всякие изделия как в обычных вот так вот ну такие вот все вот такие вот Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok